а мы начинаем ешки матрешки смотрите я себе супец опять забабахал он уже у меня закончился прикиньте последняя тарелочка мне кажется что кто-то подъедает потому что я как не сварю кастрюлю уже нет хрен его знает как думаете может у меня домовой завелся и самого интересного мне здесь один бро написал где бы ты хотел жить неужели тебя устраивает жизнь в россии знаешь на самом деле очень интересный вопрос следующий вопрос да ладно шучу я для себя знаете что понял что нужно искать не свое место в жизни а создавать свое место там где ты находишься на данный момент потому что везде есть и минусы и плюсы что значит тебя устраивает а почему меня не должно устраивать в плане погоды да меня не устраивает в плане всего в плане чистой атмосферы то что есть куда сходить я на самом деле тогда когда в тик токе снимал видосы и я всегда говорю я всегда учу людей что нужно кайфовать от своей жизни получать безумное удовольствие вы утром проснулись вам абсолютно никуда не надо ни на работу в 5 утра вставать не на учебу слушай какие-то тупые лекции которые в жизни вообще никогда не понадобятся вы просто встаете и занимаетесь любимым делом вы высыпаетесь в реально кайфуть от своей жизни потому что жизнь одна можно постоянно ныть и быть вечно чем-то недовольным а можно реально просыпаться чисто включить себе музычек 3 мари мари мать у меня на самом деле утром без музыки не проходит я только утром встаю бам сразу булочку на всю тури дурь ты просто заряжаешь себя постоянной энергетикой ты не общаешься с людьми с негативными ты просто чисто не паришься кто тебе там что пишет комментарии ты не заряжаешь себя этим дерьмом ты просто живешь так как хочешь ты ведь это охреневающе замечательно а многие этого не понимают многие просто чисто банально не ценят мелочи жизни которые происходят в их жизни как бы это глупо не звучало так вот я получается в тик токе просил ребят чтобы они написали кайфуют они или не кайфуют и мне люди скидывали короче фотки что там реально кайфовать ну как бы нет смысла незачем кайфовать потому что тупо кайфа этого нет один не пишет я горит выхожу у мне водку прислал прикиньте у него получается один дом потом там рядом еще один дом где-то в деревне живет тупо туалет и одна кошка он говорит где горит кайф от чего кайфовать и начал злиться не ну понятно серьезно на его бы месте я тоже в себя ушел бы серьезно от чего кайфовать от туалета и кошки когда прикиньте вы просто вышли и вам нечем заняться просто тупо деградация происходит а чем будете заниматься но на огороде вы там полопать или что там куда-то пошли где-то убрались и все и это из-за дня в день происходит развитие никакого нет вы не видите мир вы не развиваетесь вы не путешествуете вы ничего не делаете поэтому от этого естественно один негатив потому что тупо нет развития понятное дело допустим там правильно какие там какой-то спорт и тому подобное для чего кто-то скажет типа там что для себя нужно заниматься на самом деле правду людей нет мотивации к этому потому что человек не видит своей дальнейшей жизни у него нет цели в жизни тоже встает и допустим у меня там лунтик был один тик токе он мне тоже скидывал видосы он встает у него сарай больше ничего нет понятное дело что он поэтому и негативный а потому что серьезно хрень и радоваться не понимают сарай все дела если было бы два там вопроса может было то в один сходить то в другой а если всего в один но смысл жизни правильно уже немножко пропадает поэтому просто чисто должны научиться кайфовать и находить то место и как говорится находить свое место в жизни вы тоже просто чисто радоваться тому что вы можете съездить что вы живете не где-то в глуши до у бабы нюры под сараем а вы живете реально в городе как-никак это совсем другие возможности кто там рассказывал а ты поете да это ты поесть приезжай камень я говорю нормально будет выходить страну как-никак вот видите опять же все познается сравнению есть тебе кажется что твоя жизнь довольно таки не очень ты думаешь говнище полнейшая ты посмотри как люди живут вообще просто на окраинах что у человека абсолютно ничего нет человек ни к чему не стремится у человека тупо нет смысла жизни он встает поработал там на огороде и все и пошел на диван лег понимаете это происходит у него изо дня в день одна и та же работа вы думаете эти люди счастливы конечно нет потому что ну тупо цели нет а люди которые живут в городе они еще чему-то ноют да ни хрена себе хватит сопли ведь конце концов вы должны реально кайфовать от того что вы можете просто чисто собраться вы в городе живете вы можете собраться вы можете в центр поехать вы можете на каток сходить какие-то торговые центры магазины ресторанчики да много есть всего развлечения как-никак есть вы не просто тупо когда вышли там у вас один туалет и все и как говорится пустыня сахара вот на развитие поэтому реально все познается в сравнении у всех у каждой страны своя культура свое свое общение свои какие-то фишки вот у нас хлеб всему голова но это раньше было сейчас вы зайдите в магазин посмотрите это хлеб хранится полгода какой-то хлеб это просто чисто на убить свое здоровье а я смотрю все люди покупают потому что они любят бутерброды с колбасой но вы понимаете что в колбасе там вся таблица менделеева как и в хлебе ну если не ценишь свое здоровье если ты считаешь что ты железный я тебя огорчу не ты можешь конечно пить бухать употреблять есть всякую дрянь но помни запчастей нет как бы ты не хотел царят что в последнее время не постоянно звоночки ешки-матрешки занятой человек сидела сами понимаете ну ладно короче вы должны просто чисто ценить свою жизнь не есть всякую гадость не пить алкоголь не курить не всякая как говорится в себя запихивать пончики вот это это знаете вот чисто вот организм это как тело за которым правда нужно следить всегда всю жизнь это как костюм о котором нужно заботиться вы же не ходите на работу вонючие правильно потные и тому подобное вы хотите на работу охреневающе прийти чтобы после работы уже вонючим потом там уже никто и не знает потому что метро там такая вонь что непонятно кто куда едет и кто откуда где куда но именно утром вы же не встаете там и сразу моете голову вы прихорашиваетесь непонятно для чего но все равно вы прихорашиваетесь все дела чтобы утром все равно поехать с вонючими кому-то тоже пофиг кто-то допустим не прихорашивается я бы встречаю девушек думаю ни хрена молодая девушка у нее волосы вообще просто там окренеть как будто ее салом натирали минут 15 потом еще чесноком потом еще немножко салом дошли фанули и думал куда ты едешь кашу кошелка масляная окренеть можно насколько можно себя не уважать ёшки матрешки видео у всех разная жизнь но не нам судить есть ей нравится пусть ходит правильно чудом какая разница уже хуже не будет так вот а в других странах допустим на таиланд вьетнам у них рис всему голова именно поэтому что-то там тайцы и вьетнамцы они не ходят толстые как у нас что я там разберла на баба как два баба она куда-то идет за батоном хлеба бам-бам они чисто за этим следят у них допустим правил нет у них тоже есть мучное просто они его не едят в основном мучное едят только туристы наши русские которые приезжают туда говорит давай неси мне булку я давно хлеб не ел вот наши едят они чисто не едят я был таиланде допустим в плане культуры в плане все охреневающе природы вопросов нет но плане готовки еды они тупо не умеют готовить у них просто этот перец чили постоянно у них настолько острые блюда что мне поджелудочная просто считала на ушком а может быть давай сегодня уедем тоже реально невозможно они мне кажется что у них даже на голодный желудок перец чили идет это как знаете просто чисто проснуться сожрать у нас в выпитом стакан воды у них перец чили чисто для этого для пробуждения это реально жесть это не все выдержит кто там рассказывать типа на боли то же самое такая же ситуация везде все одинаково они везде добавляют безумно этот перец чили у них острота на первом плане даже есть ты их просишь ноу-спайси ноу-спайси и вообще до фонаря они добавляют немножко а там такая горечь во что жесть понятное дело что для органов это не есть хорошо кто там рассказывает различную чушь знаете что надо остро но по и полезно для организма я не знаю для кого полезно у каждого свой организм это знаете как холод холод это очень круто он закаляет там всякий бред я смотрю и различные там это мне тоже прислали фонки различные города где-то минус 40 это вообще жесть там просто тупо или допустим бывает 40 дней в году просто тупо темнота холод собачий люди просто трясутся не вас этом не фруктов не овощей во многих городах просто тупо не доставляется потому что такой мороз собачий все замерзся понятное дело что там люди там плюс-минус до 40 доживает не более и это вообще просто 40 это предел поэтому не знаем наше тело лично не привыкшие холоду никаким морозом это бред мы постоянно вот вы не замечали вот лично я не знаю как у вас мне постоянно холодно моя допустим температура там плюс-минус вот мне комфортно 25 вот 25-30 блин это просто это безумство выйти на улицу потренить ноги многие не умеют допустим не то что не умеет не могут в жару тренинг говоря там вредно и тому подобное не знаю я от этого просто кайфую это безумные ощущения именно чисто когда ты и тренируешься и загораешь это кайф кто-то не выдерживает кому-то нравится допустим мороз я от мороза вообще просто могу кони двинуть я просто перестал переносить морозы я помню может быть лет десять тому назад там еще был маленький ну как не то что мороза нравились просто было холодно но я сразу ездил на каток сейчас мне вообще не комфортно то есть я приезжаю понимаю что я весь можно я понимаю это не есть хорошо это даже для кожи не есть хорошо поэтому везде есть свои плюсы и минусы а кто-то живет допустим за границей где постоянно плюс 35 кто-то скажет что теперь это не есть хорошо у каждого вообще свои цели понятное дело что может быть и себя бы там пожил бы да там два года плюс 35 плюс 40 может быть я сам бы одурел бы от этой температуры сказал бы господи где эти морозы поэтому все познается сравнение а чтобы познавать это все сравнение нужно пожить и там и там и там и там и там но поскольку как говорится жизни не хватит если везде делать эксперименты я считаю так нужно жить там где ты родился а путешествовать по сей стране по всему миру открывать для себя что-то новое учиться чему-то новому познавать какую-то культуру другую развиваться во всех направлениях мне кажется что это и есть счастье когда ты просто путешествуешь когда ты развиваешься но у меня пока только возможности нет поэтому развиваться и пока не будем давайте всех обнял всех поднял люблю целую скоро